Как вы считаете, нужно ли иногда пожалеть самого себя, обнять, поплакать? У меня бывает такое состояние. Или это считается позицией жертвы? На самом-то деле интересный вопрос, нужно ли себя обнять, поплакать. Вы знаете, я думаю, что не нужно. Я думаю, что не нужно, потому что это является показателем того, что вы все-таки двигаетесь куда-то не туда. А по нашему менталу мы, если обнимаем, помните, как с ребенком, начинаешь его обнимать, он начинает плакать еще больше в момент слез. Поэтому я думаю, что на стадии того, когда мы находимся в нормальном состоянии сейчас, без слез, необходимо изначально задуматься над тем, куда я сейчас иду. Почему-то у нас есть такая привычка начинать решать какой-то вопрос только тогда, когда уже проблема очень усугубленная. Ну то есть помните, у вас, давайте у меня есть такой любимый пример, есть прекрасная программа, я не знаю, есть ли она до сих пор, но это американский формат, вы его точно можете посмотреть в интернете. Она называется на украинском языке «Я суромлюсь со своего тела», «Я стесняюсь своего тела». И формат этой программы заключается в том, что в городе появляется такой суперфургон с надписью «Я стесняюсь своего тела» и говорится о том, что это программа, люди приходят в этот фургон со своей проблемой, затем отбираются участники с самыми большими проблемами и показывается, как эта проблема решается в контексте лечения. И вот вы знаете, это потрясающий формат, потому что там можно увидеть такой, ну, утрированная жизненная ситуация. Значит, один из кейсов, который мне запомнился, это когда пришла женщина, и у нее, простите, нарост на голове больше, чем голова. Ну и таких очень много разных вещей. Ей говорят, у нее гной сочится, ну, в общем, я не буду рассказывать эту историю, но это просто выглядит, как из фильма ужаса. И она не обращалась с этим к доктору. Когда у нее появился маленький нарост, она не обращалась к доктору побольше, побольше, и вот в результате у нее еще одна голова выросла, и она по-прежнему не обращается к доктору. И она, значит, приходит только на эту программу, значит, ей настолько страшно уже, что с ней, что она решает этого не знать. Но вот в конце концов она приходит. И вы знаете, это прекрасный показатель того, как мы смотрим на свою жизнь. То есть, когда мы видим и понимаем, что, в общем-то, жизнь не так развивается, как бы хотелось, вместо того, чтобы заняться этим, начать себе задавать вопросы и двигаться в сторону той жизни, которую я хочу, мы пытаемся на это закрыть глаза. И, как правило, вот такие вопросы вроде «можно ли себя пожалеть?» Мы, когда нам говорят, что можно, то в ситуациях, когда нужно искать решение, мы начинаем себя жалеть и говорить, да ничего страшного, я себя пожалею, так бывает. Так очень часто случается в жизни, когда, например, у нас не те отношения, и мы вместо того, чтобы разорвать эти отношения, вместо того, чтобы отправиться сказать себе, например, мужчина не может так вести себя со мной, я не позволю таких отношений в своей жизни, я не хочу жить с таким мужчиной или с такой женщиной, такое тоже бывает. Мы начинаем закрывать глаза, истерия, истерпится, слюбится, да ничего страшного, да у кого-то бывает похуже, да не самая сложная это у меня ситуация, и так абсолютно совсем. Когда мы живем, мы понимаем, что мы зарабатываем какие-то гроши, и вместо того, чтобы сказать себе, мне нужно развиваться, чтобы зарабатывать больше, я хочу поменять свою жизнь, я не хочу так жить, да, я как-то там воспитался, да, у меня было другое окружение, но это не норма для меня, я хочу стать другим человеком, я хочу себе другое окружение, я хочу зарабатывать другие деньги, я хочу найти себя в этой жизни и реализовать, мы начинаем себя утешать. Ой, да ничего страшного, да нормально, да не самый плохой вариант, поэтому я против вот этих пожалей. Если вы говорите вот о жалости себе в таком контексте, я против. В другом контексте, если вы развиваетесь, вы растете, поверьте, у вас не будет мыслей о том, чтобы себя пожалеть, не будет. У вас будет мысль о том, чтобы сделать что-то еще лучше, у вас будет мысль о том, чтобы пойти дальше, у вас будет мысль о том, что, окей, ладно, тут у меня что-то не сложилось, но я сделаю новые шаги, я пойду еще куда-то, я хочу развиваться. Это две разные дороги, противоположные, развитие и жалость к себе, понимаете? И вот иметь смелость, иметь дерзость, идти вперед, иметь желание ставить себе цели и вызовы, это другая порода людей. Поэтому я за то, чтобы взращивать себе породистую, знаете, что называется кобылку, в хорошем смысле этого слова, это не значит насиловать себя, но это и не значит жалеть себя, это не значит постоянно, я была человеком, который был из породы жалостливых к себе, который себя жалел, который рассказывал себе истории. Вы должны понимать, что реальность такова, какую вы себе нарисуете. И если вы себе нарисуете, что это нормально, быть жалостливым, быть вот, любить себя так, то для вас проявление любви к себе будет жалость, и вы будете все время оправдывать себя. Но вы знаете, когда у меня появились дети, это очень классная история, потому что, когда появляются дети, ты начинаешь смотреть на них, как на себя. То есть ты смотришь и думаешь, хотела бы я своему ребенку сказать, да ничего страшного, дорогая, да пожалей себя, не хотела бы, я бы не хотела, потому что они для меня самое дорогое, я им такого не пожелаю. Мы своим детям не пожелаем того, что сами готовы вытерпеть, согласны со мной? Сами можем вытерпеть, но если говорить о самом дорогом человеке в твоей жизни, а это ребенок, продолжение тебя, то ты бы ему этого не пожелала. Я, например, находилась в отношениях, а потом однажды подумала, а вот я бы пожелала своему ребенку таких отношений. Что бы я ей сказала, если бы я увидела ее с этим парнем, с которым я сейчас живу? Да я бы ей сказала, гони его в шею, собирайся и иди жить на улицу, но не с этим говно. И когда я это осознала, я собрала вещи и ушла. Когда у меня появились свои дети, поверьте, я изменилась в корне, во всем. Я стала беспринципна в этом плане, я стала понимать, что сейчас я пример для своих детей. И все, что они видят, они все проецируют на себя. Да, у меня бывают в жизни ситуации, например, с моим партнером, с моим мужем, с их папой во всех ролях, которые они видят и за которые я бы нас двоих с ним убила. По одной причине, они бывают очень редко, но мы не идеальны. Но поверьте, каждую эту ситуацию мы с ним прорабатываем. К каждую эту ситуацию мы приходим и объясняем детям, почему мы вели себя как полное говно на глазах у своих детей. Потому что мы не можем поставить их, перенести их в идеальную жизнь, жизнь не идеальна. Ну она такая, у нас не идеальная жизнь и трансформирует. Но тем не менее, у нас, слава богу, хватает мудрости сегодня объяснить своим детям, что это было. Почему их папа и мама вели себя как полные придурки. Почему мы не могли ничего с собой поделать. И да, мы сажаем шестилетнего и девятилетнего ребенка и стараемся им это объяснить. И я вам точно могу сказать, что таких ситуаций можно сосчитать на пальцах, но мы их помним. И возможно помнят наши дети. И поэтому, когда они будут вырастать, мы будем им проговаривать. Для того, чтобы в их подсознании не откладывалось этих дебильных программ, с которыми мы с вами живем. Поэтому ответ на ваш вопрос нет. Не надо себя жалеть. Вот не надо себе этого разрешать. Раздупляйте себя, обучайте себя, разговаривайте с собой, доставайте себя, всковыривайте себя, но не жалейте. Так, отлично. Едем дальше. Ой, у вас тут присоединялось. Сейчас я посмотрю. Значит, всем, кто присоединился, у нас сегодня я отвечаю на ваши вопросы. И не только. Как прогнать мысли, которые лезут в голову во время медитации? Думаю о дыхании, слушаю ваш голос. И вдруг, блин, что же я в наушниках сижу? Ну, на самом деле, это история про тренировки. Что такое вообще медитация? Для чего нужна медитация? Медитация позволяет нашему сознанию соединиться с нашим подсознанием. Именно в момент релаксации, знаете, это такой как бы грань между сном. Грань между сном. То есть, когда мы как будто бы дремаем, но находимся еще в сознательном состоянии. Когда вот эти наши уровни бета и альфа, они становятся на грани, мы переходим на уровень, это уровень чистоты нашего головного мозга на уровень альфа. И вот этот альфа, он как раз между глубоким, ну, не глубоким, между сном, между тетой и между бета, между нашим бодрствованием. Мы в таком полудреме состоянии. И ключ здесь к тому, что наше подсознание, оно в этот момент открывается, наше сознание тоже как бы опустошается. Ну, такое, опустошается от мыслей, я имею в виду. Мы находимся в приятном состоянии. Вот представьте себе, что наш мозг, вот я себе это так представляю. Каждый может представлять это как есть. Я просто вам даю какой-то образ, чтобы вам было понятно. Вот наш мозг, он такой, видели, да, там, миллион всяких таких извилиных. И я себе представляю, что он в этот момент отпускается. То есть, вот он был вот так вот, мышцы, например, сжаты, и они вот так вот, чуть-чуть, вот в таком состоянии. И для того, чтобы это произошло, нам необходимо расслабиться и ни о чем не думать. Классно звучит. Достигается достаточно просто. Как и все остальное в жизни. Путем регулярных тренировок. Поэтому, когда вам в голову лезут мысли, это нормальный абсолютно момент. Но, если вы будете практиковаться каждый день часто, то в какой-то момент вы увидите, что вы сможете достичь состояния, когда вы ни о чем не думаете. На самом деле, даже ваши попытки к этим медитациям будут к этому вести. Вообще, это очень классное состояние. Называется самым здоровым состоянием организма. Потому что в этот момент у нас происходит релаксация человеческим языком, расслабление абсолютно всех клеток и всего в организме. Мало того, я вам скажу, что когда мы с вами умеем расслаблять свое тело, именно, вот запомните это, это очень крутое, мой личный лайфхак. Ну, наверное, он известный, но для меня это стало лайфхаком. Когда ты находишься в состоянии расслабления, вот ты опустошаешься и расслабляешься. Вот прям чувствуешь, у нас есть с вами те, кто ходят на рерайтер, все медитации у вас построены на расслаблении, когда мы расслабляемся по частям. И вот в этом состоянии, когда вы находитесь в этом состоянии, вы можете дать своему, своей голове, свое сознание, вбросить любую мысль. Например, я прекрасно себя чувствую. И вот в этом таком состоянии, как будто бы вы висите, вот это ощущение непонятно, ты завис. Ты можешь сказать, например, я себя прекрасно чувствую. Или дать себе другую установку. И клетки организма в этот момент очень восприимчивы. Я натренировала свое тело прекрасно на лечение головной боли. В тот момент, когда я чувствую, что меня болит голова, особенно если это происходит ночью, я просыпаюсь, понимаю, что мне хочется выпить таблетку, потому что у меня, когда болит голова, у меня состояние такого давления очень сильного. Я беру наушники, ставлю себе какую-то расслабляющую музыку, мне это очень помогает. И в этом полусостоянии, я еще практически сплю, я просто начинаю в свою голову, в полудреме представлять вот это расслабление свое. И я говорю, даже его особо не надо представлять, потому что мы находимся во сне, вот в таком состоянии альфа, когда мы находимся в неглубоком сне. И я себе даю такой импульс, что нельзя говорить, у меня не болит голова, я просто говорю, моя голова здорова, я прекрасно себя чувствую. И я засыпаю в этом состоянии, вот такое у меня полудрем, но когда я прихожу в себя, голова не болит от слова совсем. И так же работает с тем, когда у вас болит желудок или что-то другое, тело программируемо, клетки программируемые. Клетки программируемые. И когда мы находимся именно в этом медитационном состоянии расслабления, то есть ключ слова медитации это расслабление. Вот давайте, кому страшно медитировать, это расслабляться. Это значит, что именно в расслабленном состоянии мы с вами способны перепрограммировать клетки своего головного мозга, своего тела и так далее, и так далее. Вот, поэтому, как прогнать мысли? Тренироваться. Тренироваться, находиться в этом состоянии, это приходит только с тренировками. Вот, лезут мысли при медитациях, причем не очень приятно. Чем больше вы будете работать над собой, чем больше вы будете делать клубные все практики, тем быстрее вы от этого сможете избавиться. Это переключение, перепрограммирование. Мы привыкли думать о негативе, мы привыкли состоять из негатива, мы повсюду слышим негатив, нам все время пихают этот негатив, наши самые близкие люди все время говорят о негативе. Конечно, естественно, наша задача перепрограммироваться. Так, спасибо вам за вас, спасибо большое. Если понимаешь все, как нужно сделать, проработать, а в реальной жизни никак не получается, да и муж никогда не старается понять. Ну, смотрите, какое у вас замечательное предложение. Давайте начнем с конца. Да и муж никогда не старается понять. У вас сразу Ленка, как у вас интересный ник, сразу же мы видим позицию жертвы. Позиция жертвы улавливается всегда очень легко, вы ее в себе всегда обозначите. Если у вас есть кто-то виноватый, будь это человек, ситуация или обстоятельства, вы находитесь в позиции жертвы. Я сейчас не утверждаю, что вы стопроцентная жертва, но вы сейчас находитесь в позиции жертвы. Муж скотина еще и не поддерживает. Ну, нормально, я тут так пытаюсь, значит, стараюсь, читаю, что-то делаю, медитирую, а муж скотина еще и не поддерживает. Мне и так сложно, а тут еще муж. А при чем здесь ваш муж? Внимание, вопрос. Кто такой наш партнер? Это человек. Человек, даже по конституции, имеющий право свободно мыслить, свободно любить, свободно выбирать. Каждый из нас является отдельным, простите за это слово дурацкое, но очень красиво звучит, индивидуумом, вот индивидуальным. Мы отдельные люди. Но мы так приучены с детства, что нам обязательно нужно кем-то управлять и кому-то рассказывать, как надо жить. Мы все время перекладываем ответственность на другого человека, причем перекладываем ее с позиции, ты виноват, то, что я, ты виноват. У нас с мужем есть такая шутка все время, это ты виноват. То есть, что бы ни произошло, мы все время перекладываем ответственность. Я ударилась, это ты виноват, потому что ты подставил сюда пакет. Или не выключил свет. Или я поправилась, это ты виноват, потому что ты вкусно готовишь. Или ты не купил мне карточку в зал. У нас всегда есть виноваты. И вот для того, чтобы вы могли вообще спокойно начать жить, вообще вот начать спокойно жить относительно, ваша задача разрубить все канаты. Все канаты нужно разрубить. То есть, вы должны понять, что вы сами по себе. Вы сами по себе. Не ваш работодатель, не ваша страна, не ваш муж, не ваша мама, не ваш грудной ребенок. Никто не имеет к вам отношения. Вы сами себя скрепляете этими нитями. И до тех пор, пока вы не отцепите себя от этого, не перестанете связывать свои удачи или неудачи с другими людьми, вы находитесь в позиции жертвы. Потому что у вас уже всегда есть оправдание, что бы вы ни делали, и какой бы результат вы ни получили, у вас всегда есть оправдание, почему это будет вот плохо или хорошо. Первое. Я принимаю ответственность за то, что все, что я делаю, все это результат моих собственных мыслей и действий. Выбрала не того мужа. Родила тогда, когда была не готова родить. Не готова брать ответственность за свою жизнь, потому что была ребенком, потому что сильно была привязана к маме и не соображала, не развивалась, втыкала. Ваша задача отрезать себя от всего и начать мыслить только о себе. То есть думать о себе в контексте всего, что вы делаете. До тех пор, пока у вас кто-то виноват, с вами бесполезно что-то делать. Что бы я вам ни сказала, какое бы решение я вам не дала или кто-то другой, вы всегда сможете оправдать, почему вы не смогли так поступить или почему для вас это не подходит. То есть если вы не готовы самостоятельно действовать, то это как бы бесполезно. Поэтому первое, что вам нужно сделать, давайте вернемся к вопросу Лены. Муж никогда не старается понять. Первое, вам нужно отстать от мужа и от всех остальных. Вас никто не должен понимать. Муж – отдельный человек, а вы отдельный. И если ваши интересы и ценности, точнее, когда ваши интересы и ценности пересекаются, вы можете быть с этим человеком много времени. Когда ваши ценности и интересы расходятся, вы расходитесь с человеком. И любые ваши друг для друга обвинения – это только мучения. Нужно это осознавать. Поэтому на каждой точке, например, я со своим супругом разговариваю, для того, чтобы понять, у нас по-прежнему интересы и ценности совпадают или уже нет. В каких-то моментах мы можем понять, у нас есть разные взгляды, у нас есть разное видение на некоторые ситуации, но в целом наши ценности пересекаются. И мы эти точки контроля регулярно проводим. Для этого люди общаются. И когда я вижу, например, что что-то не так, или он видит, мы чувствуем, мы разговариваем, что происходит, почему это происходит. Возможно, у нас бывают конфликты внутренние. Он думает что-то обо мне, я думаю что-то о нем, у нас есть какие-то чувства, которыми мы не делимся. От этого возникает конфликт. Поэтому наша задача просто понимать, пересекаются ли наши какие-то ценности и интересы, а обвинять друг друга, это никогда ни к чему не приходит. Не приводит, точнее. Вот, поэтому это первое. Второе, если понимаешь, как нужно проработать, а в реальной жизни не получается, значит ты ничего не понимаешь. Знаете, я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые говорят, я знаю. Мы можем говорить о чем-то я знаю, тогда, когда мы это используем. Вы можете говорить мне сколько угодно, что я знаю, как водить автомобиль, но если вы его не водите, вы не знаете. У вас есть гипотеза на тему. Для того, чтобы знать, нужно использовать. И вы можете утверждать, что вы знаете, тогда, когда вы это делаете. Да, нас приучили с вами много лет знать, это значит отвечать на поставленный вопрос, знать решение задачи и получать пятерку. Мы с вами не в школе. В жизни не работает история про то, что вы знаете, как построить хорошие отношения. Построить отношения, знать, как их построить, и построить в реалии, это две разные вещи. Знать, как сесть на шпагат и сесть на шпагат, это две разные вещи. Знать, как построить бизнес и построить успешный бизнес, это, блядь, вообще разные вещи, понимаете? И мне люди часто говорят, Оля, все, что вы разговариваете, я знаю. Я говорю, а что ты в жопе тогда в такой сидишь? Почему ты сидишь тогда, сейчас всё шхуй? Почему у тебя нет денег? Почему ты ненавидишь себя? Почему ты живёшь говняно, если ты знаешь? Знаю – это значит, имею результат. Всё остальное я изучаю данный вопрос, интересуюсь данным вопросом, хочу понять данный вопрос, но не знаю. Поэтому не употребляйте слово там и к тому, к чему оно не имеет истинного отношения. Нас приучили не уважать свои слова, нас приучили не уважать свои цели. Мы бросаемся словами «люблю», мы бросаемся слова «эксперт», «знаю». Нет, вот я, например, признаю, что я практически ничего не знаю. Я познаю. Ну, может, знаю, как машину водить. Неплохо с этим вопросом справляюсь. Поэтому, скорее всего, Леночка, вы пытаетесь научиться, но для этого вам необходимо, значит, больше практиковать и реально действовать. И, как мы видим, вашу проблему первую, которую нужно решить, это отстать от своего мужа и от всех остальных. И принять ответственность за то, что вы являетесь самостоятельным в жизни человеком. Вообще, это самое болезненное для нас, для людей. Нам все время хочется себя кем-то окружить, обвешать, чтобы иметь в случае чего на кого пожаловаться, кому поплакаться, у кого попросить помощи. Но парадокс ситуации заключается в том, что вы не вырастите в отношении, вообще в жизни до тех пор, пока вы не сможете быть независимым человеком. Конечно же, мы социальны, конечно же, мы нуждаемся в нежности, в любви и ласке, но мы не можем сделать кого-то счастливыми, пока мы сами не являемся счастливыми. Просто не можем. Мы можем подобрать себе в комплект спасателя, человека, который нас будет жалеть, о котором мы будем плакаться и наоборот. Очень часто такие тандемы люди называют союзами. Ну, это союз. Но будет ли это союз двух успешных личностей? Очень сильно в этом сомневаюсь. Что делать, если у меня раздражение от всего? Ну, у вас раздражение от всего, потому что это, знаете, что делать, если я весь в прыщах? Значит, у вас внутри все так. Я думаю, что вам первое нужно понять, нравится ли вам в этом состоянии жить или нет. Я знаю много людей вокруг, вот наблюдаю, которые живут в вечном раздражении, им это нравится. Это есть их жизнью. Они не представляют себе, как это все время не раздражаться, значит, там, не беситься. Это их жизнь. Она из этого состоит. Как люди такие часто выражаются, жизнь – боль. Вот что можно сказать об их жизни. Прежде всего, вы должны задать себе этот вопрос. Мне это нравится? До тех пор, пока вам это нравится, это как алкоголь, наркотики или что-то другое, любая другая зависимость. Такая же зависимость. То есть, человека нельзя излечить до тех пор, пока он сам не примет решение излечиться. Вот если вы примете решение, что вам надоело быть в этом состоянии, тогда нужно принимать шаги. Это может быть психотерапевт, это может быть рерайтер жизни, если вы готовы поработать, это может быть любая другая история, практика, которая заточена под то, чтобы научить вас понимать себя и устройство этого мира. До тех пор, пока вы не поймете азы, почему у вас это раздражение, почему ваша жизнь настолько дерьмовая, пока вы вот это не растопаете, вы ничего не сможете изменить. Понимаете? Это как сжать все время на газ и врезаться постоянно, потому что ты не знаешь, как управлять рулем. И до тех пор, пока ты не поймешь, что надо укрутить рулем и есть еще тормоз, ты будешь все время врезаться. Здесь такая же история. Но для большинства людей быть в таком состоянии, это есть нормально. Им нравится об этом говорить, у меня от всего раздражение, я обешусь. Это является, может быть, даже самым ценным в этом человеке. Ему вот это все время перемывать, его даже любят в компаниях, потому что его всегда можно пообсуждать. Все определяете вы сами. Если решите лечиться, приходите на рерайтер, лечить свою головку. Если вам нравится, то просто примите, что это ваша жизнь. Она тоже может быть такой. Какую расслабляющую музыку посоветуете, когда хочется просто расслабиться, отдохнуть и ни о чем не думать? Я посоветую вам зайти на iTunes или в YouTube и выбрать ту музыку, которая нравится вам, а не мне. Опять-таки, история про то, что мы настолько ленивы, мы даже не знаем, что нам нравится. Это как спросить, какую позу в сексе я предпочитаю, когда у меня хорошее настроение. Но это же мой секс, моя поза. То же самое с музыкой. Так, мне кажется, дошла уже до своего предела, получила все, что заслужила, знаю, что это не так, но боюсь идти дальше. Как бороться с этим страхом? Очень странная постановка вашего вопроса дошла до своего предела. Вы в своей реальности определили себе какой-то предел, скорее всего, незначительный. Если бы определили значительный, у вас бы не было такого рода вопросов. Вы определили, что вы достойны только этого, большего нет. Вот, все, заслужила. Даже слово заслужила. Человек в жизни ничего не заслуживает. Человек в жизни рожден для того, чтобы все иметь. Почему вы считаете, что вам для того, чтобы что-то получить, нужно это заслужить? Это из детства, да? Чтобы мама похвалила, нужно заслужить ее похвалу. Вы знаете, в жизни все гораздо моей. Я сейчас вам рассказываю свою субъективную реальность. То, как я вижу этот мир, вы его видите по-своему. Это, кстати, удивительный момент, потому что в зависимости от того, как каждый из нас представляет свою реальность, так она и существует. В мире нет объективной реальности, все очень субъективно. То, как я себе представляю, в это я верю, это я получаю. Так вот, в моем понимании, в мире ничего не нужно заслуживать. Заслуживать – это значит пытаться понравиться. Я принимаю себя как идеальное создание для этого мира. Я здесь рождена, значит, я уже идеальна. Уже идеальна. И история про то, что я должна заслужить – нет. Мне больше нравится, что я хочу реализоваться. Я хочу максимально отдать и максимально получить. Я хочу изучить себя в этом мире, в этой реальности. Потому что, по сути, кем является человек? Я об этом все время говорю. У нас есть физическая оболочка и есть наше внутреннее сознание. Согласно квантовой теории, наше сознание формирует энергию, в которой мы находимся. Все в мире является энергией. Вы же знаете, что мы все состоим из атомов, молекул, и все это там мелко-мелко-мелко, практически из ничего в итоге. И у человека есть такой удивительный инструмент, как сознание. То есть мы с вами сознательно можем мыслить. Диван не может, а мы можем. И я вижу себе мир, знаете, как какую-то такую бесконечную пустоту, пыль, ну вот если все это растворить, да, до мельчайших каких-то единиц. А когда мы приходим в эту жизнь, я могу представить себя просто каким-то там шариком, который попадает, вот представляем нашу вселенную как большой котел, который, попадая в этот котел, каким-то образом проявляется. То есть этот шарик становится какого-то цвета или меняет какую-то форму, или приобретает какую-то определенную фактуру. И вот мы в этом мире каким-то образом проявляемся за свою жизнь. Мы не заслуживаем. Мы, потому что мы все пришли, мы все тут проявляемся, а вот то, как мы проявимся, уже зависит от нас, от того, что мы будем делать, от того, чего мы будем желать, от того, чем мы будем себя наполнять. Это уже зависит от глубины нашего сознания. Мое такое видение. Поэтому прежде всего заслуживать ничего не надо. Нужно понимать, что в мире есть много всего. И вопрос, сколько я готова попробовать? Сколько я готова попробовать? Сколько у меня есть желаний попробовать? Бороться с этим страхом, от чего вы боитесь? В жизни всегда есть начало, и есть конец. Мы сюда когда-то пришли, я не знаю, по собственной воле или не по собственной, и когда-то точно так же уйдем. Зайка, ходи спокойненько, все нормально. И когда-то точно так же уйдем. Это точка, где это есть. Я не знаю, честно говоря, я не думала о том, зависит ли от нас, когда мы с вами уйдем с этого мира или нет. Но я точно знаю, что пока эта жизнь у нас есть, вот понимаете, это как на компьютере. Пока играете, пока у человечка есть жизнь, нужно бежать. Нужно бежать, нужно что-то делать. Потому что глупо, имея жизнь, имея запас времени, сидеть и деградировать. Вот и задайте себе вопрос просто, чего я боюсь, из-за чего я боюсь. Я всегда боюсь больше, знаете, просрать время, простите. Я всегда боюсь, что я не сделаю того, чтобы я могла сделать. Вот какие-то такие страхи есть. А так, в принципе, ну что бояться. Вот и все, общайтесь с собой побольше. Интересно, кто вы по типу темперамента? Понятия не имею. Мне вот как-то, знаете, вообще неинтересно, кто я по типу темперамента. Мне интересно завоевать мир. Мне интересно быть молодой, красивой. А кто я по типу темперамента? Это никак не повлияет знания на мою жизнь. Так, добрый день. У меня муж 10 лет говорил, что я очень красивая. Так я и не заметила, как наела плюс 30. Теперь очнулась на марафоне и у меня маленькая кость. Ну, вы знаете, человек имеет удивительную особенность. Он умеет и толстеть, и худеть. Поэтому, если для вас сейчас будет важно похудеть, я думаю, что это не будет для вас большой проблемой. Вот. И все. Вопрос же не в том, что говорит, вот мне это тоже всегда поражает, а вопрос же не в том, что говорит муж, вопрос, ну, или женщина ваша, вопрос то, каким вы себя ощущаете. Почему я вам говорю, отделяйте себя от всех остальных? Мой муж тоже очень много вещей мне говорил, что ему и так во мне все нравится. Но это же мой муж, а это я. Я для себя, я сама у себя, я себя в состоянии отрезать от мужа в контексте того, что мне нравится и чего я хочу. Я проживаю не для мужа в свою жизнь. Я его люблю, уважаю там и так далее, но это моя жизнь. Я хочу ее наполнить теми конфетками того цвета, которые я люблю, а не которые нравятся моему мужу. Понимаете? Это опять-таки вопрос нашего воспитания, вопрос нашего мировоззрения, вопрос нашей неосознанности. Это как учитель, который говорит ученику, я хочу тебя видеть таким. Я говорю, товарищ учитель, я очень счастлива, но вы не забывайте, что я вам плачу деньги. Это мой ребенок, он сам решает, каким он себя хочет видеть. Я вам плачу деньги. Не надо делать того, кого вы хотите. Даже если вы мне будете платить деньги, вы не сделаете из моего ребенка того, кого вы хотите. Но родите своего ребенка на крайнях и делайте. У нас очень все запутано, понимаете? Устоит, все перепутано как-то. Я, например, очень трезво на эти вещи смотрю и всегда четко раскладываю по полочкам. Вы часто сталкиваетесь с непониманием. Когда говорите про энергию, я понятия не имею. Я не веду обратного диалога. То есть, я веду монолог в одну сторону и затем ко мне приходит большое количество людей на мои марафоны, которые понимают, о чем я говорю. Ко мне не приходят те, кто меня не понимает. А общаться с людьми, которые меня не понимают, у меня на этом нет ни желания, ни времени, и я нигде с ними не общаюсь. Вот и все. Так, что за слово говно в лексиконе? Вы про мои слова хотите поговорить, которые у меня в лексиконе? Ну, это же мои слова. Вы пришли ко мне на эфир и хотите мой словарный запас почистить? Идите к кому-нибудь другому. Так, благодарю за эфир и за вашу работу очень помогает. Спасибо, Надюш, мне приятно. Общение только застаряется плохими словами. Я не понимаю, у вас интеллект низкий уровень, господи. Вот видите, знаете, есть такой классный анекдот, мне очень нравится, он уже такой, как крылатый у меня, ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактусы. Вот показывает уровень людей, которые свою жизнь строят в контексте того, чтобы быть недовольным кем-то, да, то есть вот мы сейчас видим конкретную жертву. Он пришел, и он пытается всячески таким образом обратить на себя внимание, да, он пишет много комментариев, он пытается меня оскорбить, желая, чтобы хоть как-то, это называется концепт психологии, пни меня, пни меня, то есть обратите на меня внимание, потому что когда на таких людей никак не обращают внимания по-хорошему, они начинают проявляться по-плохому, они не понимают, как им выразиться в жизни, не могут найти свой путь, не понимают, что его нужно искать, и их задача подтвердить, что все, что в жизни есть, это зло, вот, это зло, и все против них, и вот он сейчас будет доставать меня, потом, женщина у него вряд ли есть, если у вас такой муж, то бегите от него сразу же, можете разводиться в такой же момент, вот, это вот концепт таких людей, и самое интересное, что такие люди считают себя естественно очень праведными, очень как-то интеллектуальные, высокий уровень, я не претендую на высокий интеллект, я вообще ни на что не претендую, я просто иду своим путем, собственно и все, вот, почему вы идете на моей дороге и на моей территории, я не знаю, но я вас могу легко отсюда выпихнуть, так, нет, вы сам, Роман, не решите, я сейчас прямо отсюда вы выйдете и больше к вам, о, я его, по-моему, пригласила к себе на эфир, так, скрыть прямой эфир, и есть, да, вот, видите, вам тоже не нравится этот человек в чате, ну, на самом деле, вы должны понимать, что таких людей достаточно большое количество и периодически такими людьми становимся и мы сами, это, кстати, тоже не исключенный вариант, поэтому всякий раз, когда вы ловите себя на том, что вы начинаете что-то критиковать, задайте себе вопрос, почему, что он мне сейчас руководит, случайности не случайны, всегда, мне не очень нравится этот вопрос, потому что он мне напоминает вопрос, когда нам не о чем поговорить, знаете, не о чем поговорить, мы такие сидим, типа, как ты думаешь, так, вытаскивая зеленую соплю, она, типа, всегда зеленая, почему она зеленая, она желейная, как она может тянуться и так далее и тому подобное, в контексте моего мировоззрения, которое мне близко, мы сами создаем свою жизнь и мы являемся причиной всего того, что с нами в жизни происходит в концепте наших мыслей, в контексте наших мыслей, то есть то, что мы думаем, то, что мы излучаем, мы, собственно, вокруг себя и создаем, вот, поэтому, но, все-таки отвечаю немножко на ваш вопрос, интересно, я найду ответ, бывает в жизни просто что-то бывает, вы знаете, мы, когда часто люди начинают, точнее так, когда люди начинают со мной работать, входить в состояние осознанности и разбирать, задавать свои вопросы, почему это со мной произошло, что произошло, почему я притянул эту ситуацию или обстоятельства, иногда бывает, что ты просто ударился коленкой, и вот человек начинает размывать, почему же я ударился коленкой, что же, значит, о чем же я таком думал, что я ударился коленкой, и вот человек уже развивается целую, значит, там, концепт по поводу удара коленкой, а он просто ударился коленкой. Он просто ударился коленкой. Поэтому не ищите смысл вообще во всём. Иначе это превращается в какое-то странное явление. Знаете, мне кажется, что у нас в жизни есть одна глобальная проблема у людей. Это отсутствие интереса к своей персоне и к собственному развитию. Лень и нежелание думать о своих желаниях собственных, немножко масло-масляное. Вот лень думать о своих желаниях, страфт думать, но при этом очень активная позиция в отношении высказываний всех остальных. И люди настолько сильно заняты критикой других, своим мнением, что они думают, значит, по поводу этой ситуации или той, по поводу этого человека или того, что подумать о том, о чего хочу я, какое моё движение, какие мои жизненные цели, что я сегодня делаю для того, чтобы продвинуться к своей цели, об этом никто не думает. Я неоднократно говорила о том, что у нас есть очень интересное такое жизненное движение. Мы живём одной жизнью какой-то, которая идёт по накатам, что называется, но мечтаем всегда о другое. Понимаете? То есть, когда спрашиваешь человека о целях, они у него, как правило, запредельно, и они идут в другую сторону. То есть, например, человек работает на заводе, но при этом мечтает стать великим певцом. Ну, я условно говорю. Или вы там работаете на какой-то работе, но мечтаете, что вот вы построите большую какую-то башню, какой-то, я не знаю, там небоскрёб. А ты говоришь, ну, класс, а ты учишься на... Ну, там, нет, я ничего для этого не делаю. Но это же мечта. Вот это я называю немножечко, знаете, таким трёхнутым состоянием. То есть для меня, например, я всю жизнь себе задаю вопросы, чего я хочу, и корректирую свой путь в отношении своих целей. Мало того, корректирую его таким образом, чтобы каждый день, каждый день делать то, что ведёт меня к моей цели. Каждый день. У меня нету такого дня, чтобы я не двигалась к своим целям. Нету. А для большинства людей их цели и их реальная жизнь — это две отдельные тропы. И люди так живут, они заранее знают, что они ничего не будут делать, они по этому поводу страдают, обсуждают, какая несправедливая жизнь, какой вообще весь горняный мир. Но, собственно, вот и всё. И почему люди находятся в таком состоянии, для меня это как бы непонятно. Так, почему эта проблема у нас появилась? Как вы думаете, в какой момент мы начинаем жизнью жить других, а не своей? Ну, у нас всё появляется в неосознанном абсолютно состоянии по примеру того, как мы привыкли жить. То есть вы вырастаете в определённой семье и в определённом окружении. Именно это вас и формирует. Мы просто ведём себя так, как привыкли вести себя. Это вот, например, причина, почему я размышляла какое-то количество времени над тем, где учиться моим детям. Учиться им всё-таки в частных школах или учиться им в обычных школах? У меня дети учатся на данный момент в обычной школе, но я их буду переводить со следующего года. У меня классная, в принципе, очень неплохая школа и неплохие учителя, и множество есть всяких факторов. Но мы должны понимать, что ключевой вопрос для меня, например, это не знание. Ну, вот правда. Я считаю, что знание сегодня можно добыть очень легко, те, которые тебе нужны структурно. В общем, это вообще не проблема. Окружение. Я внимательно изучаю, кто окружает моих детей, что это за люди, дети, о чём они говорят, чем они мыслят, какие у них интересы, каким образом они вместе развиваются, куда они двигаются. И я для себя очень чётко и отчётливо вижу те картины, которые, в общем-то, меня и подтолкнули к тому, чтобы мои дети переходили в другую школу, в другое окружение. Это было для меня мощной мотивацией к тому, когда я думала, где мне покупать квартиру, где мне жить. Потому что, как ни крути, проблемы и интересы окружения определяют то, что происходит с нами впоследствии. И это мега важно. И с нами это произошло просто по причине того, что мы так жили. Мы жили в таком окружении. Это было нормально. И сейчас для 95% населения, по крайней мере, страны, в которой я живу, Украина, я думаю, Россия, точно так же это нормально. Нормально думать о проблемах, нормально жить жизнями других людей, все это бесконечно обсуждать. Посмотрите, например, тот же Инстаграм и так далее. Какое количество комментариев получают там селебритисы и большие блогеры, если спросить у людей их мнение? Ну, вы же прекрасно понимаете, что мнение людей в Инстаграме там редко кого на самом деле интересует. То есть выбрасывается какой-то вопрос для повышения активности. Не более того, с каким рвением и интересом люди начинают писать своё мнение, там, нравится или не нравится. Почему? Потому что людям больше нечем заняться. Потому что им нравится таким образом высказывать свою важность. Им кажется, что в данный момент их мнение очень важно. Вот я всё время повторяю эту фразу. Обожаю, когда ты звонишь куда-то, значит, там, и тебе оператор, 8 минут висишь на линии и говорят, не кладите трубку, пожалуйста, наше мнение очень важно для вас. Вот условно, типа, наше мнение очень важно для вас. И людям очень нравится вот такая значимость. Для меня понимание важное для вас это несколько иначе. Ну, то есть какое-то другое взаимодействие. Поэтому люди не ценят ни своего времени, люди не ценят своего, но люди ничего себя не ценят, потому что они сами не ценны никак. И мы в этом вырастаем. Мы просто в этом вырастаем. И мы всё время фокусируемся на жизни других людей. Нам интересно всё, что угодно, кроме себя, потому что себя это значит принимать ответственность. Это значит отвечать себе на вопросы, почему я так выгляжу, почему я так живу, почему у меня такие отношения, почему я столько зарабатываю, почему мои дети учатся так и больше ничего не можем мы себе позволить. Это постоянный поиск ответов, а это болезненно, потому что нужно признавать, что ты лентяй, что тебе нужно расти, что тебе нужно поднимать свой зад, что ты неосознанный совершенно, что тебе нужно развиваться. Это страшно, потому что это значит активно меняться, это значит менять своё окружение. Вот здесь же есть наверняка ребята-рерайтерцы, да, кто проходит рерайтер или проходил. Ну скажите, когда ты попадаешь в рерайтер, ты начинаешь видеть мир другими глазами, и ты понимаешь, что всё, что тебя окружает, в большей степени ты с этим никуда не уедешь. И получается, что ты лишаешься друзей, иногда лишаешься близких своих. То есть ты понимаешь, что тебе нужно брать чемодан и уезжать. Ну, иногда в прямом, иногда в переносном смысле. Но тебе нужно двигаться, тебе нужно делать шаги в другую сторону, к развитию, потому что здесь ты будешь вот таким. Всегда важно принять это решение. Либо я остаюсь здесь, но тогда я ни на что не претендую, либо я ставлю себе другие цели, но другие цели требуют моих личных изменений. Мы получаем изменения, не когда меняются обстоятельства вокруг нас, а когда меняемся мы сами, когда меняются наши мысли, наши цели, наш характер, наше видение, наше движение. Мы превращаемся в других людей. Я вчера написала пост не просто так, по поводу того, что каждый наш новый разум, наша новая жизнь. Когда мы меняем свое мышление, мы с вами переносимся в другую реальность. Таким образом мы меняем работы, меняем города, меняем партнеров, меняем количество денег, которые мы зарабатываем. Для того, чтобы изменилось что-то в нашей внешней реальности, нам нужно измениться вот здесь. Когда мы меняемся здесь и видим мир иначе, мы начинаем по-другому действовать, мы начинаем совершать другие действия, у нас появляются другие ценности, и это меняет нашу реальность. Я родилась, давайте не родилась, выросла, в маленькой квартире без ремонта, на массиве, куда мне было ну как бы стыдно приводить друзей. У меня стояла ужасная плита, которую получили, на ней работало две комфорки, ее взяли с ЖЭКа при получении квартиры вот в новом доме. И мне было, у меня не работала духовка, потому что однажды она взорвалась, там было тонкое стекло. И у меня такой был полубомжарский стиль. Сегодня я живу в одном из самых элитных районов своего города, я живу в Киеве, если кого-то тут нету. У меня сегодня плита, которая стоит как у некоторых автомобилей, 6 тысяч евро, вот смотрю на нее. Я сейчас, дело не в хвастовстве, дело в моей мотивации, дело в том, что я смогла это сделать. И я не останавливаюсь, потому что плита это для меня, и вообще моя квартира, в которой я живу, и неважно, чего я там хочу, это не есть цель, и это не есть типа все, вы шаг. Но я двигаюсь все время вперед, потому что мне нравится развиваться. Если раньше меня двигало материально, то сейчас меня двигает то, что я развиваюсь, те возможности, которые открываются, то признание, которое я получаю, то, каким образом я могу влиять на жизнь других людей, помогать им. В жизни есть много разных уровней мотивации, они не только материальны. Когда мы решаем первый вопрос материальной ступени, нам хочется дальше. Я не могу сейчас сказать, что материально я на данный момент имею все то, что я хотела. Тоже нет. Мне тоже это нравится, у меня много материальных целей, но у меня много и других целей. Главное, что они у меня есть. Именно поэтому меня не интересуют, как живут блогеры, мне часто спрашивают, вот на кого вы равняетесь, да, у меня столько своих желаний, столько своих целей, задач, и мои прекрасные дети, что мне не на кого равняться, некогда равняться. Мне не надо равняться, я сама себе задаю эти ступени и все время по ним иду. Мало того, я еще веду за собой большое количество людей, которые хотят идти. Меня это зажигает, а не жизнь и от каких-то других людей. Понимаете? Хотя я признаю, уважаю, есть кого-то, даже люблю, но тем не менее мне есть чем заниматься в жизни. Я сама себе способна все время создавать эти шаги, создавать эти лестницы, создавать эти цели. У меня этого всего предостаточно. Я это вырастила в себе, мне это нравится, я этим увлечена. У меня есть такое правило, называется правило фонарика. На что светишь, то и видишь. Представьте себе кромешную тьму, и в ваших руках есть фонарик. И вот если вы светите на жизнь какого-то человека, которого вы разбираете, то вы в этот момент ни о чем другом не думаете, вы смотрите на него. Но если вы будете свететь на себя, на свои цели и на свой путь, вы будете сосредоточены только на этом. Все ваше энергия, ваше внимание, ваше фокус зрения, все будет сосредоточено на этом. И поверьте, когда вы сосредоточены на своих целях, когда вы точно знаете, чего вы хотите, когда вы работаете над собой, вы двигаетесь именно в этом направлении, вы не будете двигаться в каком-то другом. Вот, собственно, и все. И я занимаюсь именно этим, этими задачами. Так, спасибо, спасибо, спасибо. Как можно определить ненужные знания? Легко. В первую очередь, представь себя, понимаешь, чего действительно хочешь от жизни. Хочу быть как вы. Надь, это приятно, но я хочу, чтобы вы были как вы. Вот вы понимаете, удивительность, удивительность, нравится это слово, удивительность, заключается в том, что каждый из нас на самом деле уникальный, на самом деле уникальный. И нужно захотеть узнать, какой я. Я в какой-то момент, когда у меня были мтарства души, что кто-то лучше меня, я же тоже это проходила. Это было достаточно давно, но тем не менее. В какой-то момент я проснулась и задала себе вопрос, интересно, а я какая? Я какая? Я же тоже какая-то. Вот мне стало интересно узнать свой потенциал. Я-то чего могу? Вот она понятна. А я? И это классно, для меня это было очень мощным толчком. Узнать, какая я. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от чувств подолга, когда мужчина помогает деньгами. Я понимаю, что это нормально, принимаю помощь, благодарю, но совесть мучает, чувствую себя должной. Юля, это знаете, такая у вас интереснейшая история, миллиарды женщин мечтают, чтобы мужчины помогали им. Это не помогали. Мужчина, когда он любит, он отдаёт. Он отдаёт то, что у него есть. Чувства, любовь. И когда у него особенно есть деньги, это прекрасно, что он их отдаёт. Это говорит о том, что он любит. Потому что, вспомните, когда ты находишься, вот твой ребёнок, ты его любишь, ты ему готова дать всё. Это мега круто. Я знаю огромное количество богатых мужчин, которые ничего не отдают своим женщинам, потому что у них такая, знаете, стадия потребления. Вы не просто должны принимать это как должное, но вы должны понимать, что это вообще нормально. Это значит, что у вас классный мужчина, а вы крутая женщина, раз вы смогли в свою жизнь привлечь нормального, классного, правильного мужчину. Это вы крутая, это вы офигенная, раз вам мужчина желает давать деньги. Вы особенная, вы замечательная. И вы вместо того, чтобы этим наслаждаться, начинаете какое-то чувство вины себе придумывать. Не придумывайте на свою голову беды. Это, видите, тоже наш такой ментал. Если сильно хорошо, надо как-то придумать, чем вы пострадали. Можно ли за счет убеждения, что у тебя классный продукт, раскрутить свой бизнес? Скажем так, в бизнесе две эти вещи должны быть обязательны. Первое – это, безусловно, абсолютная вера и убежденность в том, что у тебя классный продукт. Второе – это бизнес-знание. В бизнесе не работает одно без другого. Рерайтер – это переписавшие тексты другими словами, но не меняя содержание текста. Рерайтер жизни – как это? Заходите, пожалуйста, по ссылке в профиле ко мне и изучайте все, что такое рерайтер жизни, чтобы я сейчас не тратила на это время. Это то, что вам точно нужно. У вас продаются записи прошлых мастер-классов? Нет. Не продаются. Вы всегда чувствуете, что именно хотите поменять? Ну, я вообще всегда все чувствую. Давайте начнем с этого. Я… У меня нет такого какого-то… Я вот всегда очень иду интуитивно, шаг за шагом, и в каждый период времени я делаю то, что мне нужно. У меня очень мощный этот инструмент, не знаю, вот эти вот ноточки настроены, и я всегда очень четко со временем, с собой внутренне вхожу в те жизненные линии, которые мне на данный момент необходимы. И все, что мне нужно регулировать, менять, то, как мне нужно сегодня себя вести, все, в принципе, у меня идет очень органично. Я думаю, что это связано с тем, что я все-таки человек, который регулярно занимается ментальными практиками и на тонких уровнях весьма настроена. Поэтому я получаю все подсказки от своего подсознания регулярно, интуитивно, очень хорошо это все чувствую. Как вы относитесь к песням Льва Вальгияновича Лещенко? Никак. Я их не слушаю. Это, знаете, такие поразительные вопросы. Очень люблю. Иногда мне кажется, что я с вами общаюсь как будто на приеме психотерапевта, который мне в конце задает какой-то странный вопрос для того, чтобы выбить меня из колеи. Как не бояться больших денег? Точно так же начните не бояться маленьких. Какая разница? Энергия денег, она в принципе одинакова. Что большого, что маленького. У меня есть очень мощная программа по этому поводу. Называется денежный портал. Единственный момент, ее могут проходить только участники марафона или райтер жизни. Вот мы там разбираем вообще на всех слоях все, что связано с деньгами, потому что с деньгами, конечно, у нас закопано огромное количество убеждений. Некоторые из них с нами на генетическом уровне, знаете, прошли. Мы же с вами очень многие имеем отношение к детям СССР, а некоторые не только к детям. Это все работа с глубинными уровнями, потому что страх денег это энергетическая вибрация определенная, какое-то закопанное убеждение и очень часто не одно, которое не пускает к нам деньги. И я могу сказать из собственного опыта, что пока я эти убеждения в себе не пораскапывал, у меня с деньгами было весьма проблематично. Ну, может быть, так не у всех, я вам опять-таки даю свою картину мира, но я бы с этим поработала. Именно по этой замечательной причине, у нас с вами будет заканчиваться эфир уже час, именно по этой замечательной причине я вам все-таки предлагаю познакомиться со мной несколько ближе, потому что мои прямые эфиры замечательные, прекрасные, но тем не менее они не весьма структурированные и у них нету цели провести вас по определенному пути к какому-то результату, кроме того, чтобы вы могли сложить какое-то мнение обо мне и сказать, например, о, прикольная, интересно было бы с ней поработать или сказать, нет, мне это не подходит, что тоже есть нормально. Значит, теперь небольшие анонсы в связи с этим. 28 апреля у меня будет проходить мастер-класс, который называется Создатель. Этот мастер-класс о том, каким образом соединить два пути той жизни, которая у вас уже есть и тех целей и желаний, которые вы для себя ставите. То, о чем я сегодня говорила, что они у нас разъединены, каким образом это сделать. Также этот мастер-класс очень круто зайдет родителям, у кого есть дети, потому что я буду рассказывать о том, каким образом с самого раннего детства помочь своим детям найти свой путь, а не тогда, когда они проучатся сначала в школе 12 лет, потом сначала вообще в садике, это время угрохают, а дети должны начинать развиваться с трех лет, а потом еще пойдут в институт, а после этого выйдут за дипломами и не будут знать, что им делать в этой жизни. Вот, в общем-то, мы будем работать над этим и результатом этого мастер-класса станет ваше достаточно четкое понимание, моя копьемашина включалась, станет ваше достаточно четкое понимание того, каким образом трансформировать свою реальную жизнь в ту жизнь, которую вы хотите получить. Этот мастер-класс будет длиться несколько часов, он платный, его стоимость аж 5 долларов, стоимость минимальная, но именно для того, чтобы уже привлечь тех людей, которым интересно, некоторые не будут флудить, как мы сегодня наблюдали с вами. 1 мая стартует мой марафон «Рерайтер жизни», который я провожу каждый месяц. Цель этого марафона мы пишем книгу вашей жизни, книгу жизни вашей мечты, мы с вами отрываемся от реальности и начинаем думать о том, а как бы мы хотели жить, к чему мы бы хотели прийти, потому что невозможно прийти куда-то, если мы не знаем куда, и параллельно у вас идет очень большое количество уроков ежедневных о том, как устроена наша реальность, о том, каким образом мы управляем своей реальностью, о том, как я даю уже и техники, как работать с негативом, как работать со своим окружением. В общем-то, в течение месяца вы несколько меняете, кардинальным образом меняете взгляд на свою реальность и понимаете, самое главное, почему вы имеете то, что имеете и каким образом вы можете прийти к той реальности, которую вы напишете. Ссылки на эти марафоны у меня есть в профиле, вы по ссылочке в инстаграме переходите, если в ютубе будете смотреть, то внизу. И видите ссылки, если кто-то ничего не может найти, вы можете написать мне в директ, Оля я хочу на рерайтер, или Оля я хочу на мастер-класс, и я пришлю вам ссылку. Всем большое спасибо. Тем, кто идет на рерайтер, этот мастер-класс надо, я вам скажу, у меня почти все рерайтеры идут на этот мастер-класс. Это разные вещи, поэтому надо, не надо, вы решаете себе сами. Но то, что это будет интересно, это правда. Я в свою очередь благодарю вас за этот чудесный эфир и попрошу, как всегда, тем, кто его досмотрел до конца, написать комментарий, понравился он вам или нет, после того, когда я его опубликую, это у меня такая плата за наш с вами проведенный час. Всем большое спасибо, жду вас у себя на рерайтере жизни, на создателей и желаю классного вечера.